Здравствуйте, Ванна Махановна. Я очень благодарен, что вы все-таки время немножко выделили. Я знаю, у вас график очень серьезно загруженный. Несколько вопросов возникло у участников одной из интернет-конференций о суде автомобиля. Если можно, как-то попробовать ответить на них. Я мало что в автомобилях понимаю. Они не настолько об автомобилях. Насколько я знаю, вы являетесь последователем ведической культуры уже около 20 лет. С чем связан именно такой выбор? Именно ведическая культура? А почему не христианство? Ведь вроде для жителей России как-то более традиционным может показаться. В то время, когда я этот выбор делал, это было лет 20 назад, необходимость этого выбора назрела ввиду того, что я стал не находить ответы на вопросы, которые меня тогда интересовали, в частности, о смысле жизни. Я серьезно занимался наукой, химией. И через какое-то достаточно короткое время смог понять, что химия не дает ответов на эти принципиальные вопросы, которые возникают, наверное, у каждого человека. Поэтому я стал интересоваться философией. Но даже больше, чем философией, меня интересовали качества последователей этих философий. И я знаком был с достаточно большим числом разных направлений христианства, эзотерики, которые тогда процветали в Санкт-Петербургском государственном университете. Когда я познакомился с последователями движения сознания Кришны и с философией, то, конечно же, как ученый или, по крайней мере, следующий науку человек с научным складом ума, я попытался подвергнуть все те, как мне казалось, догмы сомнениям и провел довольно много времени в обсуждении различных положений философии. Но что меня больше всего убедило при всей стройности философии, при всей фундаментальности положений, которые содержатся в ведическом знании, меня больше всего убедило качество последователей этого пути. Было видно, что они не только говорят очень правильные вещи, но они, основываясь на силе этого знания, делают правильные вещи и испытывают этого радость. Потому что часто правильные вещи, когда мы их делаем, испытываем вот этого некое напряжение. И нам приходится предлагать усилия воли, чтобы заставлять себя делать правильные вещи. Для этих же людей правильные вещи, правильное отношение к людям, правильное отношение к природе, правильное отношение к самим себе, были естественными легкими, как дыхание. И когда я познакомился с одним таким человеком, который стал к моим поводуем на этом пути, то убедился в первую очередь в правильности этого пути, на примере его качеств. Я уверен, что точно такой же критерий можно применить по отношению к любой религии, потому что, как мы, наверное, позже с вами будем говорить и обсуждать, в любой религии, в любом даже самом авторитетном направлении религиозной и философской мысли есть разные уровни последователей. И мне повезло, я встретился с человеком, который по-настоящему жил тем, что он рассказывал мне. И когда я ради эксперимента, насколько я химик в образовании, решил поставить эксперимент, ради эксперимента я попытался следовать этим принципам на практике, ничего не ожидая, и более того, настроенный, заведомо, скептически, то я очень быстро получил те результаты, которые предсказываются в священных писаниях. И что мне очень понравилось, и опять же, что я нашел отраженным в полной мере в последователях этого движения, то, что сам Кришна в Бхагавадгите очень терпим и очень чуток к тем людям, которые идут по этому пути. Или еще раз думает, вставать на него или нет. Например, Арджуне в самом конце Бхагавадгиты, когда он написал ему все это знание, он сказал, знаешь, Арджуна, я вот тебе все рассказал, теперь ты сам реши, как поступать со всем этим знанием. И объясняют великие святые нашей традиции, что в этот момент Кришна был готов повторить Ему Бхагавадгиту еще раз, если возникли бы какие-то серьезные вопросы. Вот так действует Бог, Он оставляет, открывает нам красоту вещей, открывает нам истинное положение дел, и за нами оставляет свободу принять это знание или отказаться. И в зависимости от нашего выбора, который Он соглашается не знать, который Он соглашается не предугадывать за нас и не делать его за нас, в зависимости от нашего выбора, Он готов уже поступать соответствующим образом дальше. Однако всегда фундаментом отношений Бога к нам является Его любовь к нам, что означает, что Он всегда бережет нас, нашу свободу выбора и то счастье, которое мы сами себе определили. И когда я познакомился с этим аспектом федерической философии, меня это очень вдохновило, потому что я по своей природе такой вольнодумный человек, который не терпит какого-либо насилия, и отец у меня военный, поэтому, видимо, это возникло в антитезу военному образу жизни моего отца. И поэтому, когда я увидел в Кришне, в Боге, который описан в Бхагавадгитических Писаниях, вот такую чуткую, очень терпимую, любящую, заботливую личность в первую очередь, а уже во вторую и в третью Творца, Судью, Вершителя Судеб и так далее, это меня очень вдохновило. И, как я уже сказал, я увидел отраженные качества Кришны в Его последователях, которые привели по отношению ко мне себя таким же образом. Это означает, что им от меня ничего не было нужно. Я бы даже удивился, потому что люди обычно привыкли считать, что человек, столкнувшись с какой-то новой, в кавычках, религиозной организацией, должен быть готов к тому, что мне попросят кошелек, кредитную карточку, машину, квартиру и, может быть, даже и жену, еще что-то. Это как раз, Матана Ханата, как раз следующий вопрос. Я буду зачитывать прямо, чтобы не менять, чтобы сидеть слова и нагрузка. Надеюсь, что мы ответили на этот первый вопрос. Почему? То есть, если суммировать мой ответ, я убедился в привлекательности самого пути философии. Она была исчерпывающей, абсолютно стройной, отвечала на все боепросто, причем отвечала под существу, без противоречий внутренних. Это первое. Но второе, я убедился в действенности ее на практике, и люди, которые идут по этому пути и получают предсказанные результаты, составляют большинство в этом движении. И в этом я убежаюсь. Они не исключение из правил, а наоборот, они правила. Есть какие-то исключения, которые, к сожалению, существуют везде. Но я увидел здесь людей, на которых я могу равняться, на которых я могу учиться, и которых мне очень хочется любить за те удивительные качества, которые у них есть. И хочется быть похожим и на них. Вот я выбрал себе такой идеал, и насколько я ему соответствую, конечно же, не мне судить, но я стараюсь. Спасибо. Вот я буду зачитывать тогда вопросы, без изменения смысловного, чтобы не потерялась она, да, именно так, как задавали ее в конференции. Значит, Алекс Карьера, это никнейм такого человека, спрашивает, чем сообщество Кришны отличается от секты, и просит по пункту, плиса, разложить. Ну, видимо, нужно будет у него попросить, как его имя? Карьера? Алекс Карьера. Да, Алекс Карьера. Нужно будет у него спросить об определении секты, потому что секту можно определять по-разному. Люди, не верующие в Бога, наверное, под секту могут отнести под это определение любое сообщество людей, которые живут по каким-то правилам. Обязательно для всех. Под это же определение может попасть и мафия, и организованная преступность, и сообщество любителей бабочек, или мотоциклов Харли Девинсон, или что-то в таком духе. То есть есть какие-то жёсткие правила, есть некие внутренние регламенты, кодексы, да, и есть даже определённые финансовые обязательства. Поэтому люди, которые в Бога не верят, могут сектой называться полным правом любого. Человека, который свою жизнь подчиняет какому-то давлеющему над ним, или более важному принципу, чем те принципы, которые он сам на себя определил. Но если говорить об эпатемологии слова секта, секта означает отклонение или отщепление от код основного древа. С этой точки зрения в религиозной жизни, пожалуй, невозможно найти организацию, которая бы, вот с этой точки зрения, подчёркиваю, сектой не являлась, потому что все отпочковываются от чего-то ещё. Даже русская православная церковь и католицизм, в конце концов, вышли из единого древа или ствола христианства, откололись друг от друга. Они до сих пор спорят, кто из них двух является сектой по отношению к кому-то. Поэтому я бы даже не стал говорить. Есть, конечно, определения сектанства, которые некоторые так называемые религиозные пытаются представить как объективные. Однако у самих учёных религиозных, с которыми я общался, однозначного понимания этого термина нет. И уж точно у них нет негативного отношения к этому достаточно распространённому явлению от теления одних религий от других в религиозной жизни. Но я примерно представляю, что имеет в виду вот этот человек, который... Тут, да, видимо, складывается какой-то негативный именно аспект привычной боли на слуху у людей, когда отнимают имущество, располагают плосги. Слово «секта» — это примерно такой же термин, как, скажем, в своё время «враг народа». Достаточно было бросить это обвинение в адрес любого человека в те времена преснопамятные. Он враг народа. И уже не разбирался человек, почему он враг народа. А если враг народа, значит враг. Значит, что-то есть за ним. И людям сейчас, к сожалению, чаще всего нужна не правда, а определённость. То есть им нужно понять, нужно знать, чтобы кто-то за них решил, как относиться к тому или иному явлению общественной, религиозной, философской, политической жизни. Это явление такого личного сектанства, когда я отдаю своё собственное осуждение о любых вещах, свою свободу принимать решения и давать оценки кому-то другому и оставляю за ним право решать за меня, что правильно, что неправильно. Так вот, по этой причине я бы, наверное, не стал говорить о сектанстве в контексте конфессиональной принадлежности. Скорее, я бы определил секту, если бы меня спросили определение секты. Секта – это организация, состоящая из сектантов. А про сектанты бы я имел в виду людей, которые используют любые убеждения, в том числе религиозные, для того, чтобы достигать своих корыстных целей. И в наших священных писаниях, в третьей песне Бхагавы, там описано, что есть три категории таких людей, которых сам Кришна называет сектантами. Он используется на сахрии слово «бхинадрик» или «притхатбхава», что означает «бхинадрик» означает «имеющий свой личный взгляд на вещи, отличный от моего, человек, который индивидуалист или эгоист, который не считается с мнением других людей и не хочет как-то учитывать их интересы и потребности». Лига «притхатбхава» означает, что у него есть свой собственный вкус на всё. Конечно, сам по себе вкус не имеет, не является преступлением, но в данном контексте я чуть поясню, о чём говорит Кришна. Он говорит о том, что, во-первых, люди, которые используют религиозный путь для того, чтобы достигать таких целей, как насилие над другими людьми, которые оправдывают свой гнев или свою зависть по отношению к другими религиозными, философскими догмами, таких людей называют сектантами. Следующая категория людей — люди, которые умело используют других для того, чтобы добиться какого-то чувственного наслаждения своего, либо обогащения, либо славы, либо процветания в этом смысле. Тоже он называет их сектантами. И последняя категория, самая, пожалуй, возвышенная из трёх, но тоже сектантская, означает, что люди пытаются следовать в религиозном пути и общаться с другими людьми, идущими по этому пути, ради личного спасения. Это тоже эгоистический, хотя, конечно, и очень возвышенный идеал в человеке. Это тоже своего рода сектантство. Так вот, всё то, что попадает под эти три определения, что это значит? Это значит, что человек использует религиозный путь, или философский путь, или любые свои убеждения, или какие-то виды знания, деятельности для того, чтобы эксплуатировать других людей в той или иной форме. Вот это я бы назвал сектантством. И такого рода проявления сектантства, видимо, есть в любой религии. Поэтому я бы считал уместным говорить не о, опять же, не конфессиональной принадлежности религии, а о сектах, потому что секта есть и в православии, и в католицизме, и в исламе. Как, скорее, больше осознание, в уровне сознания людей, которые следуют тем религии. И мы знаем, что в православии, и в исламе, и в других авторитетных религиях, которые были тогда сами Богом, и у нас, к сожалению, также есть люди, которые, прикрываясь буквой религии, пытаются протолкнуть или осуществить свои корыстные цели. Вот это сектантство, и когда таких людей много, они собираются в одну большую группу. Как, по-моему, Розенбаум сказал всё время, дураки любят собираться в стаи. И вот такие люди сектанты тоже любят собираться в стаи, которые... Вы не такие, квартиру не отнимаете пока. Я ни у кого лично квартиру не отнимал. По-моему, я не похож на человека, который может какую-то квартиру отнять. А у вас нет? На улице. Нет, у меня её не было, наверное. Ясно. Давайте тогда следующий вопрос. Алекс Карера спрашивает, зачем надо было менять имя, и в чём смысл? Неужто под старым именем вы такое творили, что дальше носить это имя не представлялось возможно? Ну, я немного удивлён тем, что он решил создать такой вопрос на форуме под ником Карера, да? Алекс Карера. Какого настоящего имени? А? Нет, его Саша зовут. Ага. То есть, видимо... Саша Александр. То есть, я могу спросить у него также, почему на этом форуме ему приходится маскироваться под ником Карера? Почему вообще люди используют в интернете различные ники? Ну, имена, они вообще имеют определённое значение, и одно из них это давать некую либо самооценку, либо самоопределение определённой социальной группы. Поэтому существует даже у одного и того же человека разные имена для разных кругов общения. Вот у него есть ник в конференции. В конференции я могу спросить, почему он не использует своё старое имя? Неужели ты что-то такое совершил под старым именем, что тебе сложно по ним участвовать в его форуме? Извините, Алекс Карера, за шутку. Но это означает, что у нас у каждого есть определённое имя, которое наиболее уместно в определённом социальном круге. Например, в круге, в круге своей близки, в семье. Наверняка у них есть какие-то ласковые имена по отношению к вам. Дети называют нас не по имени-отчеству, а называют папа, что тоже является именем. Или супруга называет нас какими-то ласковыми именами, которые только она знает. И на работе нас называют либо по должности, либо по фамилии начальники, либо по имени-отчеству подчинённые. Одно из них. Точно так же в нашей духовной жизни есть определённая роль, в которой мы играем, и имя, которое мы принимаем, идя по духовному пути, подчёркивает нашу связь с Богом. Поэтому у людей, которые стали на духовный путь серьёзно, опять же, в любой религии, не только в нашей, и в православии, и в исламе, я знаю, в них существует некий рубеж, достигая которого человек подпитается или хочется подчеркнуть свою связь с Богом тем, что он также меняет своё имя. Я знаю, что когда православные священники принимают посты, то у них появляются духовные, под которыми они известны свои пасты, которые связаны с именами тех или иных великих пророков или святых в их традиции. Точно такой же принцип существует и у нас. Поэтому меня зовут по паспорту Максим. И для своих родных и близких, для своих старых друзей, со школьной скамьи, я по-прежнему остаюсь Максимом. Но мой духовный учитель, когда я так или иначе получил возможность принять посвящение, дал мне имя Мадам Мухандас, что связано с Кришной, которым зовут Мадам Мухандас, а Дас означает «Слуга». Это, опять же, имя используется в нашем кругу для того, чтобы подчёркивать и напоминать самим себе и другим о нашей связи с Богом. Спасибо. И вот два вопроса от товарища по имени Сникам Космос. Значит, я сразу два зачитаю, а вы, может быть, разделите и по одинности отведите. Мне кажется, они из одной группы. Объясните, пожалуйста, вот это. Цитата из Бхагавадгиты. «Не стоит горевать о живых существах». И вторая цитата. «Я Бог смерти, я всепожирающая смерть, великий разрушитель миров, и я пришёл сюда, чтобы уничтожить всех людей». Вот как-то, может быть, пооделимся сначала. «Не стоит горевать о живых существах». Ну, видимо, опять же, тут наш друг, который называется Космосом, в данном случае, видимо, изучает эти книги Бхагавадгиты. И если он изучает их целиком от начала до конца, то, я думаю, у него эти вопросы просто не останутся, потому что контекст Бхагавадгиты целиком проясняет все вот эти вырванные из контекста цитаты и помещает их в очень целостный, очень здравый философский контекст. И здесь речь идет о чём? О чём вообще идёт речь в Бхагавадгите? Речь идёт о исполнении своего долга по отношению к миру, к отношению к Богу. Собеседником Кришны является Арджуна. Арджуна по своей природе и по своему долгу в обществе воин. Человек, который призван защищать принципы дхармы или религии, который должен защищать даже ценой своей жизни справедливости. В армии в те времена были на медической культуре, шли не по призыву, а по призванию. То есть люди, которые были призваны, имели мужественный характер, имели сильное телосложение крепкое, имели очень решительный ум, и они также мирят благородство души, которое позволяло их жертвовать собой ради других, ради тех, кого преследовали, угнетали, тех, кто нуждался в защите. Но Арджуна был таким. И Бхагавадгита возникла на поле боя, в Курукшетре, когда были исчерпаны все мирные и терапевтические способы решения конфликта. Конфликт возник между Пандалом, с одной стороны, которым принадлежал Арджуна, и, как сейчас говорят, кликой или шайкой злодеев, которые захватили власть, которые притесняли равенных и благородных людей, и которые тем самым нарушали принципы религии. Так вот, Арджуна на поле боя, в силу своей естественной мягкости, хотя он был кшатый, но он был очень сострадательным человеком при этом, он вдруг подумал, что, может быть, не стоит вообще в это ввязаться, пусть они царствуют тебе, потому что я не хочу поднимать руку на людей, которые у меня сравнивают какие-то родственные узы. И в течение всей Бхагавадгиты Кришна объясняет ему, что даже если ты не сделаешь этого сейчас, если ты не исполнишь свой долг, то тебе рано или поздно придется с этим все равно столкнуться, потому что от природы не уйдешь. Поэтому лучше использовать эту природу сейчас в этой битве за благое дело, за справедливость, за принцип религии, тем самым ты обретешься в совершенство жизни. И в контексте этой беседы Кришна несколько раз объясняет ему природе вечной души. Он говорит, рассеивая сомнения Арджуна о том, что подняв руку на людей, которые стоят по ту сторону, в поле битвы, он совершит насилие. Кришна говорит ему, что, во-первых, природа живого существа бессмертна. Даже если ты сейчас в этой схватке с ними убьешь их, людей, которые противостоят тебе в битве, то ты не уничтожишь само живое существо, оно вечно. И неоднократно в этой же Бакаладгите Кришна говорит о принципе ненасилия, что насилие нельзя по отношению ни к одному живому существу применять без необходимости. Единственное оправдание насилия по отношению к живому существу является случай, когда непричинение насилия по отношению к этому живому существу приведет к еще большему насилию. Например, когда человек врывается в переполненные детьми, скажем, не упаси Господь в зал, и начинает стрелять из автомата, то естественным образом самым лучшим жестом по отношению к нему и шагом будет либо его каким-то образом обездвижить, либо убить, потому что иначе он причинит еще больше смерти и еще больше зла. Вот такой ситуации оказался Арджуна, и Кришна объясняет ему, ты должен убивать как шатры, потому что речь идет о благих принципах, о принципах справедливости закона, но при этом ты должен оставать себе отчет в том, что ты убиваешь людей, просто лишаешь их этой временной оболочки материальной. И они не исчезают как личности. Он говорит об этом в контексте философии. И затем Арджуна, Кришна говорит Арджуне уже в 11 главе Багавангита о своей собственной личной природе. Он говорит о многих вещах. Опять же, почему-то эта стата вырывается все время из контекста. Он говорит о том, что он жизнь, он говорит о том, что он цель, что он свет, что он лучший друг всех живых существ, что он благодетель, что он мать и отец и путь, он питание, он свет, он жизнь, и все остальное, все эти позитивные эпитеты он говорит. И потом он также говорит, и я также смерть. Потому что если смерть и право определять срок жизни человека, который лежит кому-то кроме Бога, значит власть Бога не полна, она ограничена чем-то еще или кем-то еще. Но поскольку Бог всесилен, и Он абсолютно самодержится на всех отношениях, повелевает этим миром, поэтому и нити смерти, и нити жизни находятся в Его руке. Вот в этом стихе, о котором сейчас говорит космос, Кришна показал Арджуне свою форму времени. И Он сказал, что в форме времени Я разрушитель этих миров. Время – это Моя сила. И постепенно, в течение времени все приходят к концу. Все в материальном мире разрушается. Вот в этом облице Кришна предстал перед Ним. Поэтому Он сказал, Я разрушитель этих миров, и Я пришел в этот мир, чтобы разрушить вот эту демоническую армию, которая противостоит себе. На самом деле они все уже погибли. Потому что они самим своим бунтом против принципов религии поставили на себе крест и подписали себе смертный приговор. Ты сейчас являешься просто инструментом в этой, как сказать, в этой драме или в этом спектакле вселенского масштаба. Это просто инструмент, поэтому исполнил свой долг. В любом случае они уже погибли. Вот об этом идет речь. Следующий вопрос от товарища с ником Коза. Как научиться воспринимать попытку снизить ожидания до уровня действительности, не как проявление слабости и самообман, а как высшую мудрость и пояснение. Людям свойственно двигать цели навстречу реальности тогда, когда не получается их достичь. И это и есть слабость. Читаю, что формула счастья в восточных религиях предусматривает отказ от так называемых излишеств. Не волевой, но духовной. Из этого вопрос. Почему это мудро? Как мне кажется, это свойственно слабо человеческой природе. А Коза это женщина или мужчина? Нет, это молодой человек, я так понимаю. Потому что у разных, скажем так, полов возникают разные акценты обычно в вопросах. Обычно молодых людей интересует как раз воля, мне преодолевать препятствия, а женщинам интересует больше эмоциональная сфера. На самом деле, я понимаю, понимание внутренней и внутреннее отражение вещей, которое происходит с ними. Хороший вопрос, потому что обычно под сильный характер у нас сейчас поднимается возможность прийти, преодолевать препятствия, которые возникают на пути к моей, выбранной мною самим цели. Это так. И веды относятся к этому точно таким же образом. Они видят именно в этом мужество, способность преодолевать препятствия на пути достижения цели. Единственное, что отличает веды от нашего современного общества, это то, что веды очень тщательно и очень внимательно относятся к выбору цели в наше. Потому что прежде чем как один шутник сказал «Ну и пробил ты головой стену, что ты будешь делать в соседней камере?» То есть тебе нужно выбрать направление движения вначале, что усилия должны быть не потрачены в пустую. Поэтому веды говорят «Да, ты должен преодолевать препятствия, это мужественно, ты не должен отказываться от них никогда, от этих усилий. Ты должен вначале очень тщательно и очень правильно задать тебе цель, чтобы потом не сожалеть о пустых усилиях». И в этом смысле веды могут показаться как бы толкающим человеку к этому уходу от земной жизни. Просто потому, что они, опираясь на объективные знания, объективные знания о природе души, говорят о том, что высшее совершенство и высшее исполнение своей природы, своего потенциала находится не в этом мире, а находится там за пределами материального мира. Поскольку мы сами вечная духовная душа и совершенство наше лежит не в этой материальной плоскости. Мы не можем здесь его достичь, как бы мы ни старались. Потому что даже если мы достигнем совершенства с точки зрения богатства, образования, красоты телесной, рано или поздно то самое время, о котором мы говорили в предыдущем ответе, заберет у нас все, включая жизнь. И мы снова окажемся у стартовой черты, с которой нужно будет начинать тяжелую борьбу за цель, которая в последний момент ускользнет из наших рук. И веды вот в этом видят слабость человека. это привязаться к той цели, к которой ты сам себе определил, но не проверил ее на достойность. Просто из-за своих привязанностей, слабостей и из-за стремления наслаждаться самостоятельно. В этом веды видят слабость. Человек, который хочет наслаждаться сам, ценой других людей, используя как инструменты, который привязан к своим наслаждениям и тем самым становится рабом, чувствуемо и делая то, что они говорят ему. В этом веды видят слабость. И героизм, как Кришна определяет в 11-й песне Бхагават, определяется как способность преодолеть такую слабость в себе. Преодолеть свои корыстные, низменные, такие слабые, похотливые наклонности. Похоти имеют не только сексуальные, но любого рода, которая помещает нас в центре наслаждения этого мира и пытается делать нас победителем всего того, что мы видим. Требуется большое мужество признать, что мы не всем здесь управляем. Требуется также мужество признать, что мы рано или поздно встретимся со смертью, которая заберет у нас все то, что мы имеем. Это мужество. И мужество также означает, что мы, опираясь на это знание, можем теперь идти по пути, который приведет нас в той высшей цели за пределами материальной мира и духовной реальности. И на пути там очень много препятствий, очень много внешних и внутренних препятствий. Так что не думайте, что человек, который встал на путь духовной жизни, эти проблемы решать очень просто и естественно. При этом закаляясь, можно каждый из людей, который серьезно идет по духовному пути, не обязательно ведическому, христианскому, любому. Наверняка, можно также написать книгу «Как закалялась сталь». Человек, который, как наш основатель о чаре, основатель нашего движения Шилов, ладно, говорил, что человек, который не столкнулся с духовной жизнью с трудностями, в моих глазах не является по-настоящему религиозным и верующим человеком. Не знаю, ответил ли я на вопрос? Спасибо. Если они будут, то они вдруг дальше могут задать. Следующий вопрос товарищ Ацкипес спрашивает. А Бог это некое конкретное существо, личность? Если нет, то что это? А если Бог это и есть все, то есть мы тоже являемся частью общей системы этого самого Бога, то как мы можем быть идентифицированы как некие личности с кармой и так далее, если мы просто являемся частью единого целого? Мы являемся частью единого целого, это верно, и при этом мы являемся отделенной частью. То есть наша часть, наше бытие, бытие или наше существование, оно зависит от Бога, но оно отделено от Него. Это означает, что Бог с незапамятных времен, вообще у нас нет начала существования, мы вечно существуем вместе с Богом, как бы совечно, который на такой же вечность обладает, что и Он. И с незапамятных времен, вечно, другими словами, Бог позволяет нам иметь самостоятельное существование, это первое. Второе, позволяет нам иметь самостоятельную свободу воли и выбора. Мы при этом забываем, что Он обеспечивает все выборы, которые мы для себя поделяем. То есть, что мы делаем выбор, а все остальное уже Богу приходится делать за нас, обеспечить выборы, чтобы Он осуществился. И Он также оставляет за нами право самому определять какой-то вид счастья, которому мы хотим быть счастливы. Далеко не всяким таким выбором Бог рад. Он относится к нам, как ему уже сказали вначале, с большим чувством любви и заботы. Но как подлинно любящий человек никогда не чувствует себя вправе вмешиваться в наш выбор. Единственное, что Он делает, на каждый наш выбор неправильный, Он всегда дает альтернативу. Он оставляет за нами право выбора. И это продолжается вечно. Поэтому даже если мы делаем неправильный выбор, Господь всегда даст нам возможность одуматься, вернуться и поменять все. Начать еще, может быть, если не с нуля, то по крайней мере с какого-то чистого старта. В этом смысле мы одновременно едины с Ним, поскольку у нас общая природа и в то же самое время отлично от Него. Можно сравнить нас с солнечными лучами, а самого Бога с Солнцем. И Солнце и Солнечные лучи существуют одновременно. Но мы знаем, что Солнце источник Солнечной лучи, не наоборот. Нельзя себе представить одно без другого. Но, еще раз, Бог, Солнце является основой Солнечной лучи, но не наоборот. Точно так же мы одновременно существуем Богом как индивидуальные личности. Он никогда не покушается на наше индивидуальное существование. Никогда не уничтожает нас, что бы мы ни делали. И ему очень интересно общаться с нами. Он ждет просто, когда мы сами проявим очень такой же интерес по отношению к Нему. Так, следующий вопрос. Интересные Ники очень у него. Наши гости. На самом деле есть в Аду псы. Описываются, их называются Руру. Это страшные псы, которые раздежают на куски грешников, которые попадают в адские миры. Ну, надеюсь, что не... Вовик спрашивает. В наше время развелось огромное количество эзотерических направлений, которые претендуют на истину в последней инстанции. Не могли бы Вы назвать критерии, по которым можно отличить настоящее духовное знание и людей его проповедующих от шарлатанов и сектантов? Очень хороший вопрос, потому что Кришна Бхагавадгита как раз об этом говорит. Он говорит о критериях знаний в 12 главе. Если у Вас есть Бхагавадгита, откройте 12 главу Бхагавадгиты, 13 глава Бхагавадгиты, 8 текст, там Кришна говорит о том, что такое подлинное духовное знание. И Он начинает такими словами, что подлинное духовное знание и подлинное духовное качество проявляются в человеке, когда в нем развивается скромность и смирение. Затем отказ насилия, обращение к истинному духовному наставнику, который знает больше, чем я готов, у которого я готов учиться, также сострадание по отношению ко всем живым существам и другие качества человека, которые развиваются в таком серьезном ищущем искателе истины сами собой. И вот на это является критерием, отличающим подлинную духовность от любого рода эзотерики. На самом деле даже в Евангелии апостол Павел в послании Галатам 5.22 Он говорит о том, что есть плоды Духа и плоды плоти. И он ищет своих последователей христиан, ранних христиан того времени отличать Дух от материи или духовность подлинную от какого-то суррогата именно по качествам, которые этот путь развивает. Он говорит то же самое, что и Кришна в Бакалагите, что плод Духа такие, долготерпение, смирение, любовь и другие плоды. И он называет потом плоды и плоти. Это вожделение, жадность, гнев и другие качества, эгоистические качества, которые развивает себя человек, если он занимается духовно-материальной деятельностью. Вот по такому критерию можно отличить. Другого критерия нет, потому что, как мы уже сказали, даже если человек принимает внешне и формально какую-то религию, он может выбрать ее лишь для того, чтобы осуществлять свои собственные корыстные цели. В этом смысле он становится сектантом и будет развивать в себе не эти благородные и возвышенные качества Духа, которые называют также люди качеством святости. А неизменные на полности будут использоваться религию для прикрытия. Это происходит в большом ряду, к сожалению, сейчас. Да. Следующий вопрос от Коляна Деревенского. Коля Деревенский спрашивает. Длинная, я тогда его все зачитаю. Насколько известно непосвященным кришнаизм отказ от употребления в пищу продуктов животного происхождения, в частности мяса животных, птиц и рыб, это одно из нескольких условий улучшения или повышения статуса своей души. И наоборот, употребление мяса это путь греха, греха осознанного, за что впоследствии душа будет наказана. В крупнейших же религиях мясо не только разрешено есть, мясо является высшей пищей, пищей праздничной, торжественной. Так Христос кормил народ хлебами и рыбами. Буду умер, съев все мясо на торжественном ужине. Умер не из-за кармы, мясо испорченное было, и он, будучи Богом, не зная об этом, принес себя в жертву, спасая остальных пророка Мухаммеда был сарит, мясная похлебка, сарит и кебаб, также мясное блюдо. Это обязательные праздничные блюда у правоверных мусульман. В синтаизме же мясо определенных существ обладает священными качествами. Мясо нингё, морской человек, нечто вроде русских сарусалок, приносит съевшему его долгую жизнь, сотни лет, и молодость на всем протяжении этой долгой жизни. Сам вопрос. Принимая во внимание противоречия в вопросе употребления мяса в пищу между кришнаизмом и величайшими мировыми религиями не является ли постулат о грешности употребления мяса фактическим объявлением греховности всех остальных крупнейшей религии? Нет, не так. Во-первых, сама подборка исторических фактов из религии немножко одна гонка здесь, потому что в любой религии, в любых религиях существует, практически в любых, даже в исламе, как это удивительно, существуют некоторые ограничения на употребление мяса в пищу. В православии, например, в монахе, монахам рекомендуется поддерживаться от мясной пищи, потому что это более душеспасительно, это более возвышенно для души и более благоприятно для духовного развития. Такие же существуют ограничения на определенной виды мясной пищи, по крайней мере, если не на всей и буддаизме, и греша-буддизме, который при всем благородстве этого поступка Будды, о котором говорит наш собеседник, тем не менее, оставил принципа химса. И все ранние буддисты... А химсы это не насилие? Да, и все ранние буддисты должны были быть вегетарианцами, отказываясь от насилия. То, что иногда делают великие люди или божественные личности типа Будды, не всегда является основой для подражания. Они могли делать все, что угодно. Будда мог съесть весь мир при необходимости, поскольку он был особенным воплощением Бога. Точно так же Иисус Христос когда он ел рыбу, и для таких личностей, как Иисус Христос, это не является чем-то греховным, однако нужно следовать не тому, что делает великий человек, а тому, что он говорит. Те наставления, которые оставляет великий святой или проповедник или духовный учитель имеет обязательное для исполнения. И в этом смысле и в христианстве. Я не буду сейчас углубляться в это тем, потому что мы слишком обширны. И в иудаизме, и в исламе есть определенные постулаты или принципы, которые ограничивают употребление мяса в пищу. Так же и в индоизме не то, что мясо полностью отвергается, но там говорится, что люди, которые стремятся к духовному, должны полностью исключить его из своего рациона. И мы видим, что даже великие святые такие, как Серафим Саровский, если они считали мясо вполне приемлемой и ничуть не более худшей пищей, чем растительная пища. Почему они переходили на растительную пищу? Почему они употребляли друг вегетарианский продукт уже в пищу? На таких примерах можно очень много привести. Самый главный принцип, почему мы не употребляем пищу мяса, помимо того, что это является отказом от насилия, ненужного насилия, причем я подчеркиваю, человек может вполне прокормить себя, не причиняя страшной боли и мучений и тем живым существам, которые отправляются в Европу. Кроме этого принципа самое главное является то, что мы все каждое, все то, что мы едим, мы предлагаем Богу. Мы считаем нашим моральным долгом и проявлением благодарности по отношению к Ему все то, что мы едим, предлагать Ему. И поскольку Кришна Бога везде просит предлагать Ему только вегетарианские продукты, мы предлагаем Ему только эти. И, соответственно, едим только то, что предлагаем Ему. Поэтому мы таким образом становимся естественными вегетарианцами. В самом себе в вегетарианстве нет большого заслуги. Есть очень много животных вегетарианцев, которые ничуть не превосходят духовному развитию своих невегетарианских собратьев. Однако для человека, который стремится к духовности, отказ от насилия в любой форме, ненужного насилия и отказ от продуктов убийства животных будет очень большим шагом в сторону духовного развития. Чем рассуждать, можно это проверить на практике, я уверен, что Николай, если он какое-то время будет следовать этому очень легкому, неприятному, более того, полезному для здоровья, как говорят научные исследования, способов питания, диеты, он убедится в ее действенности и благоприятного воздействия на здоровье, на состояние духа и ума. Доктор Ливси спрашивает, как вовлечение европейцев в кришнаизм согласуется с убеждением индусов, что индусам, а культ Кришны есть часть индуизма, может быть только индиец, а белому это никогда не светит. Подлинная религия никогда не передает за половым путем, это в отличие от болезней распространения, это не наследственное заболевание или особенность генетического аппарата, нет. Религия это состояние духа, это духовность или качество души, которая не имеет ничего общего с телом. И люди, которые упоминают о якобы существовании запрета на принятие индуизма и сознания Кришны не индусами по происхождению, на самом деле просто не знают о чем говорят, потому что вот этот запрет существует как одна из форм искаженной кастовой системы, возникшей совсем недавно, может быть лет 50 или 100 назад, а отчасти она возникла как антитеза или как противостояние, как иммунитет против британского вторжения в Индию. Как мы знаем, британцы или англичане примерно 250 лет были господами в Индии, и очень многое из того, что мы сейчас наблюдаем в стране, вызвано их вторжением и влиянием на эту страну, в том числе негативных вещей, таких как искаженная кастовая система. Однако нигде ни в Бхагавадгите, ни в священных писаниях не говорится о том, что человек из других народностей не может принимать этот духовный путь. Напротив, говорится, что во второй песне Бхагава есть утверждение, что люди самых разных стран, и там есть целый список кераты, кхуны, что означает греки, фулинды, пукаши, жители Балканского пароострова, турки, яваны, люди кхасы, у которых не растут усы, то есть это, видимо, имеется в виду, люди из Японии, Китая, шабары, сибиряки, то есть люди самых разных этнических сословий или этнических групп, говорится в этом стихе, могут принимать духовные знания и должны это делать, и тем самым они становятся святыми и поднимаются на самый возвышенный духовный уровень, который только возможен для человека. Поэтому люди, которые говорят о том, что индуизм ограничивает круг своих последований только этническими индийцами, ошибаются, они просто не знают истории. Более того, даже есть исторические сведения о том, что индуизм принимали или башнаизм, более комплектно, ваишнаизм для сознания Кришны, которому следую мы принимали еще до Рождества Христова люди Запада. Есть знаменитая колонна Гелиадора, которая примерно 2100-2150 лет, это знаменитый артефакт и археологический, который открыли сравнительно недавно. И там грек Гелиадор, который был послан своим царем, я забыл, как его звали, приехав в Индию, принял ваишнаизм и на колонне высек в память о своем обращении ваишнаизм такую надпись, что я Гелиадор, я могу ошибиться в буквальном, в буквальном почтении, я Гелиадор, такой-такой-то раб васудевы или слуга васудевы, бхагавата, вот он что говорит, бхагавата, я предаю от моего царя, такого-то, такого-то, монарха, привет местным правителям. Это означает, что ваишнаизм был распространен и более того, принятие ваишнаизма в людях запада было, существовало как факт и как что-то совершенно приемлемое даже в те времена. Поэтому у индуизма нет такого ограничения. В удаизме необходимо родиться от еврейской матери, чтобы стать иудеем, насколько я знаю. Человек не может просто принять иудаизм. Может быть, у нас просто похоже на Писание, но там нужно одну букву У на Н поменять, получится индуизм. Возможно. Космос еще задает вопрос. Говорите ли вы тем крещеным людям, которые приходят к вам, что с точки зрения христианства они совершают смертный грех? Если нет, то почему? Мы не говорим это, потому что с точки зрения христианства они не совершают смертный грех, приходя к нам. Поэтому мы не говорим об этом. А в чем тогда вопрос? Я так понимаю, что этот вопрос у многих людей возникает. А что значит приходить к нам? Приходить к нашей храму? Я так понимаю, что принимать веру, менять веру как-то... Если говорить об этом, то мое личное понимание и позиция нашего общества такова, что если человек выбрал свою религию, это авторитетная религия, которая была дана Богом, то он не должен ее менять. Нет необходимости в этом просто. Потому что мы верим, что любая религия, и христианство, и ислам, и иудаизм. Ну, с буддизмом там есть вопросы к тому, что буддизм не является теистической религией, скажем так, и не признают существо, а не личность его. Поэтому мы считаем, что человек, который выбрал религиозный путь, должен пойти по нему. И наша задача, мы видим нашу свою задачу по отношению к такому религиозному человеку, уже принявшему свой религиозный путь, в том, что просто вдохновить его своим примером и тем, чем мы можем идти по своему духовному пути строго и ответственно. Прабхупада говорит об этом в четвертой песне Бхагавата в одном из комментариев, что даже если мы видим в религии низшего порядка какие-то, может быть, не относящиеся к этим всемирным религиям, теистическим, даже в этом случае нельзя сбивать человека с толку и пытаться разрушить в нем веру. Потому что веру разрушить очень легко, а вот создать ее очень сложно. Просто нужно побуждать человека, как он говорит, идти по принципам своей религии, по этому пути более строго, чтобы он постепенно поднялся на более высокий уровень. И мы не считаем, что человек, который идет по пути христианца, что-то теряет. Я, например, читаю вот в дыхре православных христиан, таких философов, как, например, Антоний Сурожский. Мне очень помогает и меня обогащает его размышление на тему Бога, мне очень созвучны его мысли. Я знаю, что многие православные христиане по-настоящему глубоко исследующие философии, теологии изучают книги Шилок и Упады. Я мог бы назвать несколько имен, но не хочу это делать, вот, в открытую. Поэтому наше отношение к религиям такое. Если им запрещают их, уставы их религии, приобщаться вообще с любыми людьми других вероисповеданий, ну, я могу только сожалеть об этом, но если это так, если это принцип их религии, следуйте этим принципам, не приходите к другим религиям, не приходите к нам. Тут созвучный, по-моему, вопрос у Бучика. Переходят ли люди из кришнаитов в христиане, например, и как это расценивают последователи Кришны? Переходят. Если они перешли из кришнаизма в христианство, значит, мы что-то им не дали здесь. Если они что-то здесь недополучили, то как мы можем держать его здесь? Если мы не можем дать человеку чего-то лучшего, чем то, что у него уже есть, то мы не должны его проповедовать. Интересно, Антоний Сурожский говорил о том, что, он говорил, что если люди смотрят на нас и не принимают Христа, смотря на нас, то значит, что Христос в нас не проявился. Мы не смогли, как он сказал, проявить то сияние вечной жизни нашей личности. Поэтому у нас нет права требовать от них этой идеологической верности или, безусловно, принятию превосходства христианства в другими религиями. То есть по вам судят, по вам, по вашим поступкам судят о том, принимать религию религиозный путь или нет. Как мы уже в самом начале сказали. И как апостол Павел говорил, опять же, я Сурожский рассерил, он говорил, ради вас имя Господа хулиться. Это означает, что если мы не представляем тот религиозный путь достойно, по которому идем, то люди будут из-за нас, из-за нашей некомпетентности, несовершенства будут ругать Бога и тот путь, по которому мы идем. Поэтому мы стараемся, насколько можно представить совершенным образом путь, в первую очередь в своих качествах. Ну а уже право людей принимать или отказываться, мы не можем ни запретить человеку принять путь, к которому мы идем. Нет, не заставить, запретить ему отказываться от этого пути. Понимаете, не только другое, не в наших силах. Это свобода воли человека. Поэтому, да, люди уходят в христианство иногда из кришнаизма, что мы можем понимать. Значит, они там нашли что-то лучшее, и мы за них рады. А у Богов есть Боги? Может, лучше долбиться к ним или к Богам Богов Богов? Нужно понять, по кого имеет в виду роман под словом «Боги» здесь, потому что есть различные уровни божеств, описанные в Ведах. Это личности такие же, как мы с вами, наобладающие большим уровнем могущества материального, которые позволяют им управлять большими сферами материального мира. Например, Господь Брама является Творцом материального мира, но Он не является изначальным Богом. Поэтому, если продолжать мысль романа дальше, по индукции нужно спросить, а кто является изначальным Богом? Есть ли вот эти вереницы Богов, о которых он говорит, какая-то изначальная точка отсчета? Изначальный, самый-самый главный Бог, у которого Бога уже нет. И затем спросить, а какие должны быть у него качества? Вот такого Бога изначального, у которого нет начала, у которого сам начало всего. Если такого начала нет, тогда и цепочка не может существовать без начала. Не может существовать бесконечная вереница причины-следствия, у которого нет изначального начала. по философии, естественные философские выводы. Если же такое начало есть, этот изначальный великий Бог, самый крутой, самый главный, то, видимо, самым главным качеством его будет способность существовать вне времени, потому что именно время управляет причинно-следственными связями. И вот Кришна, как раз, тот самый Бог, потому что Он говорит в Пагалангите, что все, в том числе и время, берется из Него. Он находится вне времени, в вечности. У Него нет ни начала, ни конца, как Он сам говорит об этом. И все исходит из Него. Во всех отношениях нет никого выше, чем Он. Мы говорили уже о качествах святости, которые возникают в человеке, когда он следует религиозному пути, определенному Кришне в том числе. Одно из этих качеств — честность. И мы знаем, что все великие святые, принадлежащие какой-то традиции, отречались безукоризненной честности, никогда не могли врать и говорить неправду. И, соответственно, таким же качеством должен отличаться Бог, как качеством частности. Вот Кришна никогда не говорит о том, что есть какой-то Бог выше Него. Либо Он это умалчивает, да? Либо обманывает. Перестает быть Богом, либо обманывает, либо вообще не знает об этом, что делает Его таким невежественным Богом. Но, наверное, более простой и естественный выбор, выбор, вывод с этого факта — то, что Он является тем самым изначальным Богом, с Которым начинаются все вереницы различных иерархий божественных сущностей. И это подтверждается не только философией, но и опытом, духовным опытом людей, которые достигают совершенства духовной жизни. Поднявшись на уровень божественного существования, в духовной реальности, они никого там больше не видели, кроме Бога. Не было никого, кто превосходил Кришну во всех отношениях, или хотя бы в чем-то. На самом деле здесь еще гораздо более, есть еще гораздо более интересные вещи, аспекты этого вопроса, которые заключаются в том, что Богу, даже такому Богу, как Кришна, в первую очередь Ему нравится подчинять себя воле своих преданных. И Он целиком отдает себе власть им. Поэтому, если уж спрашивать у Бога, есть ли у тебя Бог, Которому ты подчиняешься, то Кришна скажет, да, есть. Это мои преданные, это мои верующие, которые отдали все ради меня, и я даю все и в себя самого ради них. И целиком вручаю себя в их руки. Вот это очень сокровенная грань взаимоотношений между Богом и людьми, которые служат Ему в духовном мире, является самым привлекательным, самым глубоким аспектом нашей философии. То есть, Бог у Бога есть. И это мы, когда мы становимся по-настоящему чисты и обретаем любовь к Нему. Вучик спрашивает еще, в чем смысл жизни? В том, чтобы достичь подлинной реализации своего духовного потенциала. У каждого из нас есть потенциал жить вечно в блаженстве знаний в духовном мире. Причем не просто в одиночку жить в блаженстве знаний, а общаться с самой привлекательной, самой красивой, самой мудрой, самой сильной личностью, Богом, который при этом, как выясняется, бесконечно влюблен в нас. Вот это состояние вечного пребывания там, наслаждение с общением, наслаждение общением с бесконечной привлекательностью, бесконечно совершенно всех отношений к личностью, является подлинным смыслом жизни. Именно поэтому мы все ищем именно этого здесь, в материальном мире. Каждый подспудно или сознательно ищет именно этого. Самого красивого, самого привлекательного, обаятельного. Самого красивого, или самого красивого, самого привлекательного, самого привлекательного, самое-самое, и которое при этом влюбит бы нас ни за что, а просто так, за то, что мы есть. Но ищем, получается, не там, чаще всего. Да, мы ищем это, и поскольку мы ищем этого сознательного, это означает, что мы уже имеем этот опыт. Невозможно искать то, чего-то никогда раньше не испытывал. Вообще испытывали опыт отношений с Богом в духовной реальности. Поэтому мы ищем 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 здесь, но не совсем в том месте. В этом смысл жизни. Восстановление, возрождение наших изначальных отношений. Кто кому нужнее? Люди богам, боги людям или одинаково? Опять же, непонятно, кого имеет в виду Ромка под словом «боги». Если речь идет об изначальном Боге, об абсолютной истине, с которой начинается все и которая – это основа всего сущего, то мы одинаково нуждаемся друг в друге. Потому что у нас, согласно нашему существованию, согласно своему принципу нашего существования, есть взаимная зависимость в нашем счастье. Причем у Бога нас добровольны. То есть он добровольно соглашается завезти от нашего счастья и не испытывает полного счастья, пока не испытываем полного счастья мы. Так он соглашается вести себя по отношению к нам. У нас же она абсолютно совершенно онтологическое, философское, потому что мы крошечные части целого, абсолюта, и мы можем иметь свободу выбора, и выбираем иногда неправильно. И вот счастье или страдания, как их называют люди, это лишь проявление неправильного выбора, когда мы удаляемся от изначального счастья или совершенного состояния, в котором мы находились в духовном мире. Но, как Павлопада говорит в одном из комментариев в первой песне, что пока мы не достигли совершенства в духовной жизни, ни мы, ни Бог испытываем полное удовлетворение. Поэтому, еще раз вкратце, это обоюдная зависимость, однако со стороны Бога она добровольная. А со стороны нас она должна быть осознанна как добровольная. И в этой гармонии единство между Богом и нами в желаниях является совершенство жизни. Между ними, как в оркестре можно спросить, кто важнее, дирижер или скрипач? Кто важнее того? Это не очень разумный вопрос, потому что у них разные роли, но они взаимозависимы. Без дирижера нет смысла в крипаче, без скрипача нет смысла в оркестре, он будет звучать так полно. А так у них есть некая сравнительная ценность в отношении друг к Богу. Бог в принципе, поскольку он Бог, он может без нас вполне обойтись, если бы захотел. Но совершенство Бога, как Бога, не только в его возможностях, но в его личностных качествах, он не хочет без нас обходиться. Он по своей абсолютно свободной воле, ничем не вызванным, ничем не вызванным, не вызванным какими-то корыстными в нас интересами, а вызванным лишь желанием сделать нас абсолютно счастливыми. Он нуждается в нашем счастье. Так же как мать, которая не может спать по ночам, хотя она не страдает бессонницей, но она не может спать, когда ее ребенок не спит. Она не может быть счастливой, когда ребенок ее болеет. Она не болеет. Она может спать вполне спокойно. Но если ее ребенок болеет, если ребенок ее не спит, то она не связана никак физиологически с ребенком, испытывает из-за своей любви к нему сострадание, и поэтому страдает сама. Вот это состояние Бога. И последний вопрос. Дон спрашивает. Можете ли вы входить в состояние самадхи, и что вы думаете про лемурийцев? Это два разных вопроса. Я про лемурийцев вообще не думаю. Первый раз, наверное, подумал про лемурийцев, когда задал вопрос. Дон задал вопрос, потому что я задался вопросом, кто такие лемурийцы? Я не знаю ничего про них. Вот первый раз задумался про них. С вашей помощью. Вопрос в состояние самадхи? Самадхи означает буквально сосредоточенность в чем-то одном. Даже человек, который получен в своей работе, сидит за компьютером, например, или выполняет какой-то сложный вираж на автотрассе, или внимательно слушающий музыку в концертном зале, или поглощенный созерцанием картины, он пребывает в состоянии, которое называется самадхи. Дхи означает сознание, а самое целиком поглощенное чем-то. Поэтому само слово самадхи не означает что-то эзотерическое. Однако самадхи становится эзотерическим и духовным, когда объектом его сосредоточения становится Бог. Когда мы сосредоточим свое внимание на Боге и поглощаем свои мысли, деяния, поступки, жизнь на служение Ему, то это состояние называется самадхи. Даже если внешне кажется, что человек занимается обычной деятельностью, если он ест, и спит, и ходит на работу, если при этом он посвящает свое сознание постоянно мыслям о Боге, это называется самадхи. Как женщины, которые всегда осознают, как она выглядит. И женщины всегда знают точно, как они выглядят, даже без зеркала они могут почувствовать. И хотя они занимаются различными видами деятельности по дому или на работе, они всегда осознают свой внешний вид. С мужчинами это редко случается, но женщины знают себя очень точно. Или когда в Индии мы видим женщины, которые несут на своей голове сосуды с водой. Очень неустойчивая структура. Можно любыми сторонами движениями свалить этот сосуд с головы. Но они так легко и это непринужденно несут, что они могут общаться с другом, разговаривать, шутить, смеяться, даже ускорять шаг при необходимости, нагибаться, подбирать что-то с земли. Всегда балансируя, оставляя этот сосуд с водой в совершенно равновесенной голове. Но точно так же человек, который достиг определенного уровня развития в духовной жизни, не может всегда помнить о Боге, при этом заниматься всеми своими, всеми деятельностями, другой деятельностью. Это состояние самархии. Может быть, что-нибудь пожелаете в последок к участникам конференции? Мне очень понравились ваши вопросы. Большое спасибо. Я надеюсь, что смог хотя бы в какой-то мере на них ответить. Простите за мои несовершенства. Я сам иду по этому пути еще довольно непродолжительное время. Вот примерно лет 19. И если я не смог в полной мере удовлетворить, ваше любопытство и ваш интерес, то я, может быть, постараюсь отправиться в следующий раз. И, пожалуйста, продолжайте интересоваться этими важными темами, потому что это как раз те самые темы, интерес, которым делает нашу жизнь человеческую по-настоящему полной и совершенной. Спасибо.